Пожалуй, один из самых неприятных моментов, который настигает добрую половину пользователей ПК спустя пару лет, это выход ААА игр, в которых некогда мощная видеокарта перестает радовать плавностью и красотой картинки. И разумеется, здесь пользователи разделяются аж на три лагеря. Первые говорят, что лучше бы купили консоли и семь лет горя не знали. Вторые считают, что технический прогресс не остановить и что красота требует жертв. Ну и последние, коих большинство, сетуют на то, что разработчики игр совсем забивают на оптимизацию. Правда, разумеется, где-то посередине. И об этом мы сегодня и поговорим. Системные требования не растут просто так. Это обычно завязано на новые графические API. Перед разработчиками любых тяжелых игр стоит непростой выбор. С одной стороны, проект должен идти на как можно большем числе конфигураций, чтобы собрать как можно больше денег. С другой стороны, заточка игры под слабое железо не должна приводить к тому, что ультра настройки графики выглядят невыразительно и мыльно. Вот и получается, что время от времени приходится находить точку отсечения и отбрасывать определенные видеокарты. Разумеется, их пользователям это не нравится, но нужно понимать, что технический прогресс не остановить. Ведь когда-то мы перешли с лошадей на автомобили, а потом и на самолеты. И разумеется, были, есть и будут противники этого, но не думаю, что кто-то из зрителей сейчас захочет путешествовать на телеге. И обычно такой точкой отсечения являются нет не новые консоли, а новые графические API, то есть по сути графические прослойки между видеокартой и игрой. Взять, например, всем известный Crysis, который благодаря новому на тот момент DirectX 10 радовал нас красивым рассеянным затенением. И да, оно роняло FPS еще покруче трассировки лучей сейчас. Даже тройка топовых на тот момент Nvidia 8 800 GT нередко не могли вывести игру на ультра в стабильные 60 кадров. Прошло больше десяти лет, и что же мы видим? Затенение есть в куче игр из кучи различных способов, и на современном железе ее влияние на производительность редко превышает 10%. Идем дальше. DirectX 11 и игра Battlefield 3, которая по полной использовала возможности нового графического API. Тут и тесселяция, которая дала реалистичную разрушаемость объектов, и нормальная поддержка многоядерных CPU, что позволило серьезно улучшить физику и вывести массовые матчи, и поддержка текстур высокого разрешения, которая делает игру временами фотореалистичной. И, разумеется, все это ощутимо аукнулось на системных требованиях. Чтобы получить свыше 60 FPS для комфортной игры, в шутер на ультрах требовалась или новейшая топовая GTX 680 или AMD Radeon 7 970. Например, топ предыдущего поколения GTX 580 выдавал лишь около 50 FPS Full HD на ультрах, что слегка некомфортно в быстром шутере. Опять же, прошло почти 10 лет и что мы видим? Разрушаемость стала нормой, поддержка многоядерных CPU тоже. Нередко в играх даже в упор, текстуры теперь остаются четкими. И вот не так давно вышел API DirectX Ray Tracing и про него не говорил разве что только ленивый. Еще бы, даже новая RTX 3080 при активации трассировки лучей нередко проваливается ниже 60 кадров в 4K на ультрах в Control, причем без RTX она может выдать и сотню и полторы сотни кадров. И да, это опять же вызвало мнение, что трассировка не нужна и что разглядеть разницу можно только если напрямую сравнивать. Но опять же, стоит понимать, что это будущее, требующее гигантских вычислительных мощностей от GPU. И разумеется, получить его сейчас за разумные деньги сложно. И может лишь лет через 5 мы получим полный рендеринг сцены с использованием трассировки, а не только обработку теней или отражений, как сейчас. Конечно, не всем это нравится. Мы хотим получить все здесь и сейчас, но увы, с графическими технологиями так не бывает. Прежде чем получить идеальный финальный вариант, нередко проходят годы обкатки. Друзья, прежде чем продолжить, минутка действительно полезной рекламы. Все мы пользуемся Алиэкспресс, не скрою, я оставил на Али уже приличную сумму денег. Покупаю по мелочи всякую нужную и не очень дичь, если посчитать, сумма складывается немалая. Я думаю, у вас так же. Товаров там в разы больше и часто можно найти неплохие скидки и распродажи. Так вот, я уже больше года действительно пользуюсь сервисом Алирадар, чтобы точно знать, когда и у кого купить товар лучше всего. Нажмите на иконку в углу браузера и увидите, как менялась цена на товар, в какое время его покупать выгодней. Еще здесь есть рейтинг продавца и вкладка с похожими товарами. Вдруг у кого-то этот товар можно найти дешевле. Незаменимая вещь для любителей экономить время и деньги. Кстати, Алирадар можно установить на Android или iOS. Тут также можно посмотреть всю важную инфу, а если нажать на «следить за ценой», придет уведомление, когда она снизится. Ссылки на помощник в описании. После просмотра обязательно попробуйте. Вам понравится. Едем дальше. Миф номер один. Новый графический API? Да ничего в уровне графики не меняется уже годами. Что ж, есть и такое мнение. Обычно оно идет от тех, кто не меняет видеокарту это к лет 5 и сравнивает старые игры с высокими настройками и современные игры с низкими, ибо на что-то большее такая старая видеокарта обычно бывает неспособна. Но если брать именно максимальные настройки, то разница бывает шокирующей. Сравним, к примеру, Assassin's Creed 3, вышедший в 2012 году, и Odyssey 2018 года. Тут прогресс виден невооруженным глазом. Ощутимо повысилось качество текстур, появились нормальные эффекты огня и ткани, различные блики и отражения. На улицах стало больше людей, лица стали детализированией, появились красивые тени от источников света и многое-многое другое. Или, например, сравним Tomb Raider 2013 года и последнюю игру про Лару Крофт 2018. Между ними 5 лет, но просто посмотрите, какими красивыми стали гробницы с трассировкой лучей. Временами действительно не верится, что это игра, а не фильм. Да и на поверхности графика радует, и хотя и там, и там тропики, но детальность джунглей в Shadow of the Tomb Raider куда выше. Опять же, появилось множество разных физических эффектов, бликов и красивых затенений. Короче говоря, после этого просто смешно слышать, что игры перестали меняться графически. Миф номер два. Ладно, уговорили, игры стали красивее, но системные требования выросли непропорционально. Окей, предлагаю провести простой эксперимент. Возьмите любую картинку и посмотрите, сколько она весит. А теперь измените ее размеры вдвое. Например, 720p превратите в 360. Ее вес при этом изменился раза в 3-3,5. Окей, а теперь измените размеры в 4 раза, то есть вместо 720p сделайте 180p. Разница в весе при этом может достигать 10 раз. К чему я это говорю? Да к тому, что размеры текстур за последние лет 10 выросли временами даже не в 2 или 4 раза, а нередко в 8 раз. А с учетом того, что их вес зависит от количества пикселей, то есть от площади, получается, что теперь текстуры весят на порядок больше, чем в конце нулевых. И если игре тогда хватало 500 мегабайт видеопамяти, то теперь ей нужно уже 5 гигабайт. Вот такая вот цена отсутствия мыла. С другой стороны, четкие текстуры ничего не дадут, если у объекта будет мало полигонов. Мало кого устроит красивое шестиугольное колесо. Но чем больше полигонов, тем выше нагрузка на процессор. Знаете, сколько полигонов у Мастера Чифа из оригинальной хала на Xbox? 2000. Много это или мало? Ну, у Геральда из первого Ведьмака их 10 тысяч, а у Джека Джонса из Quantum Break уже 75 тысяч. То есть разница за 15 лет почти в 30 раз. И не стоит забывать, что и число объектов в каждом кадре тоже ощутимо растет из года в год. Вспомните, сколько мельчайших деталей есть в том же Новиграде. И все это нужно обработать процессору, так что очевидно, что требования к нему только активно растут. Миф номер три. Я вот Detroit Become Human прохожу и у меня 40 FPS на RTX 2080. Разумеется, исключения с плохой оптимизацией бывают. И да, это нередко порты с консолей. Думаю, многие помнят ту же GTA 4, которая на момент выхода криво работала почти на всем ПК-железе, хотя какой-то сверхъестественной графикой или физикой не радовала. И да, не стоит забывать, что многие разработчики стали играть с геймерами в игру под названием бета-тест, когда поиграть на релизе просто не получается из-за постоянных вылетов, багов и прочих прелестей скрытого раннего доступа. Причем нередко бывает, что это никак не связано с оптимизацией. Например, та же GTA 5 банально вылетала на старт, если в пути к игре были символы отличные от латиницы и цифр. При этом владельцы даже не самых топовых ПК на тот момент могли без проблем насладиться геймплеем. И да, я еще раз призываю не путать тяжелые игры с плохо оптимизированными. Взять ту же Red Dead Redemption 2. В 4К получить уверенный 60 FPS можно лишь на RTX 3080. Но при этом она предлагает один из самых детализированных и красивых игровых миров, с огромной дальностью прорисовки и физикой лошадиных яиц. Разумеется, на Xeon на 775 сокете с какой-нибудь GTX 660 ожидать ее нормальной работы просто не приходится. Первый факт. Системные требования пишут от балды. Как это обычно бывает, перед выходом игры ее разработчики публикуют системные требования, чтобы пользователи могли понять, хватит ли им продажи одной почки для сборки ПК, способного ее потянуть. И тут нужно понимать, что эти системные требования далеко не всегда показывают реальную жористость игры. Возьмем, например, новинку Total War 3. Так, у нее в системных требованиях процессоры Intel Core 2 Duo и Core i7 8550U. Да, последний все-таки ультрабучный камень с теплопакетом всего в 15 ватт, но все еще он быстрее старого дуо — раз в пять как минимум. Почему же они приравнены? Все просто — чуть ниже в требованиях можно увидеть, что игра запустится даже на интегрированной графике, а именно Intel UHD 620. И вот частота последней зависит от процессора. Например, в случае с Core i7 8550U она достигает 1150 МГц, а в случае с более простым Core i3 8 130U — уже только 1000 МГц, то есть разница тут внушительные 15%. Вот и получается, что игре для запуска не нужен Core i7. Если у вас есть дискретная графика, вам хватит и Core 2 Duo. Или, например, возьмем Detroit Become Human. Для ее запуска потребуется видеокарта NVIDIA GTX 780 или AMD HD 7950. И если вы еще помните видеокарты восьмилетней давности, то, думаю, понимаете, что решение NVIDIA ощутимо быстрее. Да даже GTX 770 будет быстрее, но почему тогда системные требования именно такие? Да потому что ограничителем в данном случае является объем видеопамяти, а не GPU. Игре требуется как минимум 3 гигабайта. Вот и получается, что GTX 770 с 2 гигабайтами в теории быстрее AMD HD 7950 с 3 гигабайтами, но из-за нехватки памяти в игре будут ощутимые фризы. А с учетом того, что игра на Vulkan, разработчикам пришлось вписать в минималки топ от NVIDIA семилетней давности, которая ощутимо быстрее середнячка AMD, разменявшего 8 лет. Более того, нередко непонятно, что разработчики подразумевают под минимальными и рекомендуемыми системными требованиями. То ли HD в 30 фпс, то ли Full HD в 30 фпс, то ли все 60. И для слабых видеокарт с парой гигов медленной памяти разница в фпс между этими разрешениями может достигать 30%. Ну и добивающий факт, нередко минимальные настройки оказываются далеко не минимальными. Взять ту же последнюю сингловую игру по Звездным Войнам. Казалось бы, для запуска там нужен старый двухъядерный Core i3 и GTX 650, что и без того крайне слабое по современным меркам железо. Оказалось, это не минимум. Игрушку смогли запустить на Athlon с интегрированной графикой Vega 3 с 30 кадрами. Да, пришлось спуститься к HD разрешению с пониженным масштабом рендеринга, но все еще это показывает, что нередко пользователи даже офисных ПК могут прикоснуться к новинкам. В итоге, забейте на системные требования — они далеко не всегда отражают реальную жористость игры. Лучше всего дождаться тестов на YouTube или IT-ресурсах, чтобы точно убедиться, пойдет ли новинка на вашей системе или нет. Второй факт — далеко не всегда в ультра-настройках графики есть смысл. Сколько в сети есть жалоб в стиле вот моя топовая GTX 1080 трехлетней давности не тянет какой-то новый тайл на ультрах? Разработчики совсем забили на оптимизацию. Тут нужно понимать, что хватает игр, которые делаются с запасом на будущее. Именно это говорят обозреватели известного ресурса Digital Founder об Assassin's Creed Odyssey. В этой игре ультравысокие опции действительно означают ультравысокие. Максимальные настройки здесь существуют для того, чтобы все выглядело настолько красиво, насколько это возможно. Это запас, предназначенный для самых дорогих ПК или еще не вышедшего железа — на будущее. При этом разница между ультравысокими или просто высокими настройками нередко минимальна и заставляет внимательно изучать скриншоты, чтобы ее заметить. Например, в случае с тенями — это дальность прорисовки. Едва ли вы заметите, что вон у того куста в 50 метрах от вас тень нечеткая. А вот прибавку из-за этого нередко десятка FPS ощутить будет очень легко. И это касается многих других игр. Например, Ark Survival нередко гнобят за плохую оптимизацию. Но так ли это? Например, выкрученный ползунок детальности земли будет отрисовывать вам травку на расстоянии около сотни метров. А улучшенное затенение — еще и тень под ней рисовать будет на таком же расстоянии. Нужно ли это на самом деле? Да едва ли. Установка даже 50% дальности прорисовки на GTX 1080 Ti увеличивает FPS временами на ощутимые 20% в 2К, причем разницу можно заметить разве что встав на высокий холм. Вот и получается, что нередко максимальные настройки — это топ и жир на будущее. Всегда можно скрутить пару настроек на высокий уровень, минимально потеряв при этом в качестве картинки, но увеличив FPS чуть ли не на треть. Конечно, это могли сделать и сами разработчики, но они обычно оставляют пользователям выбор, который очевидно не нравится любителям все на ультра. Подведем выводы. Гонка за крутой графикой продолжается и жалеть наши кошельки она не будет. Прогресс не остановить и, как вы уже убедились, игры становятся все красивее и красивее, причем для этого требуется все более и более мощное железо. Да, разумеется, встречаются проекты, которые совершенно не радуют глаз графикой, но при этом требуют топовое железо, но в общем и целом это скорее исключение, чем правило. Не забудьте перейти в описании и чекнуть наше сообщество ВКонтакте, а также наш магазин готовых ПК — цены у нас одни из лучших. Меня зовут Михаил Крошин, до скорых встреч!